Новые школы вместо признанных аварийными в Западноказахстанской области в ближайшие годы обещают решить проблемы дефицита ученических мест и полностью ликвидировать трехсменное образование. Мотогост Базарбаева продолжит. Десятая школа Уральска была построена 10 лет назад. С тех пор микрорайон Зачуганск вырос в разы. Именно здесь выдавались участки для индивидуального строительства, а сейчас возводятся дома по Нур-Лужьер. Рассчитанное на 1200 учеников сегодня в три смены школа принимает ровно в три раза больше детей. Вы видите, какое строительство сейчас идет в этом микрорайоне. Дети с каждым годом, наша школа пополняется все новыми и новыми детьми. У нас в начальных классах, вот представьте себе, по 10-15 классовых комплектов. Это очень много. Необходимо еще несколько школ. Каждый раз мы наблюдаем, что в классах переполняются, детей очень много, открываются новые классы. Поэтому необходимость в открытии новой школы обязательно. К слову, именно в этой части города расположены четыре трехсменных школ Уральска. Для их разгрузки в микрорайоне Саратау построили 50-ю по счету городскую школу. Все классы оснащены современным оборудованием, а учителя завершают последние приготовления в ожидании учеников. Наша школа рассчитана примерно на тысячи учеников. Именно столько детей будут переведены к нам из 10-й и 47-й школ. То есть в этих школах проблема трехсменного обучения будет решаться. В ближайшие годы решится и проблема аварийных школ. Уже сегодня готова проектная документация по трем объектам. Школа в Кожаевском районе, это школа-гимназия, рассчитана на 300 мест. Там будет, она, школа существует, но будем ее расширять, 300 учеников. Это будут дети со всего Кожаевского района, которые получат возможность обучаться и раскрывать свои способности, таланты. Школа на 600 мест, которая проектируется для Косталовки. Также это будет школа нового типа. А вот юные таланты Косталовского района уже переехали в новые здания. Здесь на днях открылась музыкальная школа. Оснащены и хореографические концертные залы. Из бюджета региона на строительство и оснащение школы направили около 100 миллионов тенге. Поток из Базарбаева, Бладжерлгасов, Канат Махмутов, Западная Казахстанская область, Хабар-24. Около 80 проектов на 6,5 миллиардов тенге просубсидированы по дорожной карте бизнеса 2020 в Актюбинской области. Льготные кредиты помогли предприятиям региона расширить свои производства. К примеру, в этом цехе по выпуску сухих строительных смесей запущена новая линия мощностью до 50 тонн продукции в смену. А на заводе по изготовлению крепежных изделий для нефтегазовой промышленности расширение позволило создать на предприятии полсотни новых рабочих мест. В Казаларде близится к завершению строительства автоматизированного промышленного тепличного комплекса. «Умный проект» осуществляется в рамках программы цифровизации агропроизводственных объектов. О том, какие преимущества дадут цифровые технологии в производстве, сельскохозяйственные продукции, о которых отметил глава государства в своем ежегодном послании в материале Алибека Байшуленова. 900 тонн помидоров и 1000 огурцов в год – производственная мощность строящегося в Казаларде автоматизированного тепличного комплекса. Его площадь – 2 гектара. После ввода в эксплуатацию работу получат 30 человек. Общая сумма проекта – свыше 1 миллиарда тенге. На 650 миллионов тенге господдержки приобрели оборудование. Городской Акимат предоставил участок, подвел инженерные коммуникации. Строят объект 50 рабочих. При выращивании овощей вместо почвы будем использовать кокосовый субстрат из Шри-Ланки. Все процессы первой в области умной теплицы промышленного типа будут автоматизированы. Здесь по технологии есть и отопление, и досветка, и туманообразование, и оращение. В принципе, есть все, что нужно, чтобы работать круглогодично. Как раз здесь в Казаларде нужно. Здесь не такое большое количество теплиц. Будут агрономы здесь работать, и наш человек, который из Испании приезжает, он будет ему объяснять полностью, как эти технологии использовать, как он должен на них работать. Тепличный комплекс планируют запустить в феврале следующего года, а первый урожай собрать весной. Будамбурик, Бздердя. Совместно с хозяйствами планируем построить 20 теплиц в Шри-Лисском районе. Это решит ряд вопросов, уменьшит импорт серхозтоваров в межсезонье, снизит цены на овощи, откроются новые рабочие места. До 2022 года в Приорале в рамках программы цифровизации агропроизводственных комплексов планируется построить еще и молочно-товарную ферму в Шри-Лисском районе. Всего в регионе цифровые технологии внедрят 16 агрохозяйств. Алибек Большуленов, Альхайдар Турлыханов, Руслан Айтмамбетов, Казалардинская область, Хабар, 24. К событиям в мире число жертв Страсбургского стрелка увеличилось. От полученных ранений в больнице скончался пятый пострадавший. 36-летний мужчина выходит из Польши. Врачам не удалось спасти его жизнь. В больницу он попал в критическом состоянии. Напомню, ровно неделю назад 29-летний местный житель Шериф Шекат устроил стрельбу рядом с Рождественской ярмаркой в Страсбурге. Найти и ликвидировать стрелка удалось спустя два дня. Ответственность за атаку взяла на себя ТГИЛ. Стрелок был хорошо известен правоохранительным органам. В полиции он значился как преступник, чья деятельность напрямую угрожает национальной безопасности. Мощный пожар произошел в одной из больниц Мумбаи. По последним данным, погибли 8 человек. Около 145 пациентов получили ожоги различной степени. Врачи не исключают, что число погибших может возрасти. Многие пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Что именно стало причиной трагедии, пока неизвестно. По предварительным данным, возгорание могло произойти из-за короткого замыкания. В бразильском Рио-де-Жанейро произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. О пострадавших не сообщается, так же, как и о масштабах возгорания. Однако, по словам очевидцев, столб огня и дыма был виден из разных частей мегаполиса. Что послужило причиной ЧП, пока неизвестно. Предприятие производит порядка 40 миллионов литров бензина в месяц. Тропический циклон Питая достиг побережья Индии. Он принес с собой сильный ветер и проливные дожди. В штате Сяндхарапрадеш повреждены линии электропередач. С корнем вырваны деревья. По сообщению местной прессы, по меньшей мере, один человек погиб. Школы не работают, а рыбаков призвали не выходить на промысль. Власти организовали для пострадавших временные лагеря отмечу. Это не первый шторм, обрушившийся на Индию за последние три месяца. В ноябре из-за циклона Гаджи погибли 45 человек. Сотни тысяч домов были повреждены. А октябрьский Титли унес жизни более полусотни людей. 300 тысяч местных жителей были эвакуированы. Количество больных желтой лихорадкой в Бразилии превысило 3000 человек. Практически каждый день в самых густонаселенных регионах латиноамериканской страны регистрируют новые случаи вирусного заболевания. Вакцины на всех не хватает. Подробности в репортаже Анны Орловой. Эпидемия желтой лихорадки в Бразилии достигла рекордных показателей. Только с начала года болезнь настигла 3000 человек. Инфекция наряду с беженцами с соседней Венесуэлы и экономическим кризисом стала одной из основных проблем 2018 года. Отсутствие нужного количества вакцин еще больше усложняет и так непростую ситуацию. Действительно, вакцин сейчас не так много, как хотелось бы. Многим приходится платить за нужный укол. Был период, когда казалось, что болезнь утихла, но мы ошиблись. Количество инфицированных постоянно растет. Фавелы – одна из основных проблем для властей. Местные жители обращаются к врачам только тогда, когда болезнь практически полностью убила человека. Более того, такие больные и сами являются распространителями лихорадки. О вакцинации, понятное дело, они и не задумываются, в отличие от жителей более обеспеченных районов Бразилии. Хотя вакцин не хватает и на тех, кто побогаче. По последним данным, только в клинике Санта-Катарины попадают около 200 новых пациентов ежедневно. Врачи попросту не успевают работать на опережение, проводя вакцинации. До некоторых бразильцев медики не успевают доехать. Однако многие горожане и сами игнорируют врачей, считая, что их лихорадка ни в коем случае не коснется. Власти Бразилии приняли решение еще и о проверке всех пассажиров в аэропортах страны. Каждый иностранец должен иметь при себе международное свидетельство о прививке от желтой лихорадки. Проверка ожидает транзитных пассажиров, которые провели в аэропортах Бразилии 12 и более часов. Не так давно мне и моей семье удалось сделать прививки. Мы простояли несколько часов в огромной очереди. Это, конечно, пустяк в сравнении с последствиями, которые могут быть. Всемирная организация здравоохранения еще в начале 2018 года не рекомендовала туристам без прививки от желтой лихорадки посещать бразильские штаты Сау-Паулу, Рио-де-Жанейро и Минес-Жирайс. Именно в этих регионах специалисты зафиксировали больше всего случаев заболевания страшной инфекцией. Анна Орлова и Марселу Куэлью. Специально для Хабар-24. Бразилия. Голосование британского парламента по Брэкзи состоится после 14 января. Об этом заявила премьер-министр королевства Тереза Мэй. При этом политик подчеркнула, что если депутаты отвергнут предложение, то другой сделки уже не будет. Напомню, изначально дебаты парламентариев были запланированы на 11 декабря. Однако премьер решила перенести их на более поздний срок, так как соглашение о выходе страны из ЕС в нынешнем виде не поддержало бы подавляющее большинство парламентариев. Добавлю, развод Великобритании с Евросоюзом должен состояться уже в марте следующего года. Перлинский Санта-Клаус необычно поздравил детей с Рождеством на центральной площади города. Чтобы вручить подарки, ему пришлось пускаться по тросу с крыши небоскреба. Раздав игрушки и сувениры, он по веревочной лестнице взобрался на 24-й эждаш, здание, где ждали, в свою очередь, другие девочки и мальчики, чьи родители купили билеты на предпраздничный аттракцион. По словам Санта, в эти дни ему приходится трудиться в поте лица. Рождество выматывает, но тем не менее, как чудесно. Видеть счастливые глаза детей, это согревает сердце. Массовые забеги Санта-Клаусов проходят по всей Великобритании. Выходить на старт в костюме рождественского деда для жителей Соединенного Королевства – старая добрая традиция. Такие акции благотворительны, и все собранные деньги идут на лечение тяжелобольных детей. Но главное и обязательное условие участия в мероприятии – хорошее настроение. Фадер Крисмас – так зовут настоящего английского Деда Мороза. Это сейчас его одели подамериканский стиль в ярко-красный костюм. А в викторианские времена он носил только ярко-зеленые цвета. Несмотря на традиционно прохладную британскую погоду, Энн Смит с детьми пришла в один из парков Лондона, чтобы поучаствовать в забеге Санта-Клаусов. Нам предстоит пробежать пять километров, и все это ради забавы. Пенсионеры, семейные пары, молодежь и даже элегантные дамы с собачками. Марафон Санта-Клаусов объединил всех и уже стал доброй традицией для британцев. Участники забега делают незначительные денежные взносы и взамен получают костюмы рождественского деда и праздничные угощения. Сегодня участвует всего 100 человек, завтра их будет около 400. В Лондоне ежегодно в целом бегают несколько тысяч людей. Благодаря небольшим взносам мы помогли многим нуждающимся. На финише все бегуны получают специальные медали с выгравированным на них Санта-Клаусом. Организаторы считают, что никто не должен остаться без внимания. Халамжан Хараманло, Великобритания, специально для Хабар-24. В казахстанской столице в этом году огромный выбор зимних развлечений. В преддверии Нового года и зимних каникул школьники уже опробовали лучшие из них. Ледяные горки, катание на коньках, снегоходах и северных оленях. Татьяна Ковалева расскажет о зимнем досуге Астаны. Вот она самая большая горка Астаны. Ее длина 160 метров, высота 16 метров. Такого в Астане еще точно не было. Сейчас мы узнаем, насколько она быстрая и интересна. Чтобы прокатиться с этой горки, понадобится вот такой тюбинг. За полчаса здесь просят 500 тенге. Это, конечно, самая большая горка в Астане, но она довольно спокойна. Для любителей экстрима лучше кататься на природных горках. И такие в Астане тоже есть. Самая большая ледяная горка столицы расположена на площади у монумента Казак-Еле. Здесь же обустроен ледовый каток вместимостью больше тысячи человек. И самые экстремальные природные горки. Их высота 20 метров. И скоро здесь в разы больше искусственных сооружений. Мальчики, вам понравилось? Да. Вам понравилось? Конечно. Ну как, адреналина хватает? Хватать еще. Как вам, как вам? Горка хорошая, отличная, да. Нравится? Да, нравится. И детям тоже. И адреналина чуть есть. Скорость очень большая. Мне понравилось. Горка отличная. В этом году пришли в первый раз. Дети довольные. Сейчас побежали кататься. В целях безопасности здесь постоянно дежурят волонтеры и медики. Не менее обширный выбор развлечений представлен на городской набережной. Снегоходы, бананы, квадроциклы. Все хорошо, красиво, хорошо организовано. Сегодня выходной день с ребенком. Вытащить его, покататься на ватрушках. Вот теперь на этой штучке покатались. Детям в радость. Нам вспомнить детство. Тебе понравилось? Да, очень круто. А скорость, может, побольше хочется? Да, нет, скорость хорошая тоже. Ну а для любителей сказок и приключений на реке Ишим придумали катание на хаске и настоящих северных оленях. Стоит такое удовольствие для взрослых полторы тысячи тенге. Детский билет стоит одну тысячу тенге. Расстояние 250 метров. В этом году столичные зимние городки оформлены в едином стиле Астана Winterland. Также планируют оформить все улицы, скверы, парки, мосты, фасады городских домов и зданий, что, по мнению организаторов, разнообразит зимний визуальный образ Астаны. В целом по городу будут размещены порядка 45 елок, 36 горок, 32 катка и хоккейных порта. Татьяна Ковалева, Ирмек Кеншимбек, Хабар, 24. 87-летняя пенсионерка из Петропавловска бережно хранит в своем доме полувековой бесок. Многодетная мать скачала в этой колыбели каждого из своих детей. Теперь реликвия перешла к правнукам. Почему у казахского народа принято передавать бесок из поколения в поколение и сохранилась ли эта традиция в наши дни, выясняла Нургуля Ахметова. В семье Ташеновых бесок считается настоящей реликвией. В этой колыбели Сапура Апа убаюкивала каждого из своих семерых детей. Теперь вот и молодую невестку учит правильно укладывать ребенка. Бесок – это священная колыбель казахского народа. Мы должны гордиться тем, что можем из поколения в поколение передавать национальные традиции. Здесь все предусмотрено для того, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно. Это гениальное изобретение наших предков. Если раньше бесок делали исключительно вручную, то сейчас этим занимаются в промышленных масштабах. Например, только в этом цеху за один год изготовили около ста казахских колыбелей. Предприниматель Сермухамед Орал-Олэ отмечает, что молодежь стала чаще интересоваться и заказывать казахские колыбели. Мастера даже задумались над тем, как внедрить инновации в бесок. Мы думаем, что надо улучшить дизайн, улучшить, чтобы легче они были сами. Потом сейчас думаем, разрабатываем, чтобы автоматизированные были, чтобы все было современному молодежи удобнее. Жаухар Булганбаева бесок, в котором когда-то росла сама, сохранила и для своих детей. Девятимесячная Амина с удовольствием лежит в колыбели, пока мама занимается домашними делами. Когда проголодается или хочет поиграть, то начинает подавать нам сигналы. Тогда беру ее на руки. Играем с ней, кушаем. А спит в основном в колыбели. Спокойно и крепко спит. Бесок неспроста передают из поколения в поколение, рассказывает Сапура Апа. Считается, что это не просто колыбель, а настоящий символ бесконечного жизненного цикла. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Североказахстанская область, Хабар, 24. Фильм «Айка» вошел в шорт-лист премии «Оскар». Об этом сообщается на сайте Киноакадемии США. Драма режиссера Сергея Дворцевого представлена от Казахстана в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Сообщается, что 22 января будут объявлены пять номинантов на награду Киноакадемии. А само вручение премии состоится 24 февраля. Напомню, что в драме показана тяжелая судьба мигрантки из Кыргызстана, проживающие в Москве и вынуждены оставить ребенка в роддоме. Сыгравшая главную роль казахстанская актриса Самал Яслямова в этом году стала победительницей Каннского кинофестиваля в номинации «Лучшая женская роль». На этом у меня все. До встречи в следующем эфире. Субтитры создавал DimaTorzok